Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Рейд, темные легенды. Ну что же, не стал я вас долго томить и вот решил сделать очередной видосик, но буквально вчера, когда я прекратил видосик, я решил все-таки сходить на тех самых боссов и посмотреть, что они из себя представляют и какую тактику там можно сделать. И скажу одно, что двоих я забомбил, и я так понимаю, это самые были простенькие. Так, ну что, давайте посмотрим для начала, что я сделал. Мы заходим с вами, подождите секунду, не в большой зал, сейчас вспомнить бы только, так, в таверню это у нас улучшение персонажей, в бой, да, по-моему, выбираем с вами подземелья. И вот, смотрите, что я прошел, я освоил цедотель арканы, вот этот босс, ну, сразу скажу вам, ватный, на первом уровне он так себе, ничего сильного такого я в нем не увидел. И прошел лабиринт минотавра, кстати, тоже мне показался легким боссом он, но зато гнездо паучихи, ребята, это просто жесть какая-то, я, если бы вы видели, в принципе, можно вам показать, что она себя представляет, там ни единого шанса у меня нету выжить. Она, там один босс стоит, у нее стражники, это ее паучки, которых она вызывает каждый бой, эти паучки то отравляют тебя, то на тебя прыгают, как мины, короче, невозможно, я практически по паучихе, по самой, никакого урона не наносил, все в паучков этих, они ее охраняют. Ну да ладно, давайте начнем, наверное, по порядочку и покажу я вам цитадель арканы, именно этого босса. Даже как вы видите, что я прошел первый уровень, второй, и остановился на третьем. Да, я именно на третьем уровне остановился, но я думаю, что здесь я уже вряд ли смогу с ним справиться, поэтому давайте начну, наверное, со второго. Мой, смотрите, на втором уровне я его завалил за минуту 21, на первом я его за 2.14. Поехали, покажу вам, хотя может быть, слушайте, а давайте, сейчас, секундочку, давайте пойдем на третий, а вдруг получится его забомбить. Так, ну что же, вот такой у меня отряд, поехали. 6 энергий я на это дело трачу, но если мы его забомбим, то это все окупится, поверьте мне. Те же самые баночки, они нам не помешают, они лишними не будут. Так, ну это все лопушки, вы посмотрите, у меня уже уровень, так, подожди, ну автобой, ладно, пускай пока он играет за нас, тут еще ускорение у нас большое стоит. Что могу сказать? Могу сказать, что здесь у меня очень хорошо заходит моя паладинша, она очень крепкая стала, у нее 18 уровень, самый максимальный, ну максимальный, самый большой из всех моих бойцов. А вот меченосец, к сожалению, здесь уже все, он пасует, у него всего 2 звезды и он слабенький, ну не говоря уже об этой лучнице. Пока нету возможности у меня заменить на других персонажей, но и прокачивать я их тоже не хочу. То есть, основной косяк у меня получается паладинка, шипоголовый и мой гарик. Это вот мой косяк. А вот и босс, ребята, так, я буду сам тут рулить. Ну как вы понимаете, да, босс всегда отличается своей гигантностью, а мы будем его бомбить. Так, хорошо. Слушайте, по-моему он не оживает. Не оживляет, точнее, своих вот этих падших охранников. Что он там, бонус защиты поставил, да? Ладно. Будем убивать вначале охрану, потом уже займемся самим боссом. Сделаем, пожалуй, усиленную атаку. Она нам пригодится, поверьте мне. И надо нам добивать. Хотя бы одного, ну. Так, ты молодец, молодец, меченосец. Но он... Че? Штраф атаки нам повесили, да? Знаете что? Вот кто-то говорил, ставь... Ставь Гарику на атаку. Ребята, на атаку нет смысла ему ставить, потому что он идет как типа полутанка. У него атака хилая. Я уже проверил это дело. Он больше как все-таки в защите, хотя у него стоит как атакующий юнит. Ну, я что-то не заметил этого. Так, ну что же. Давайте бомбить уже самого босса. Смотрите, как она сейчас. Неплохо, да, бомбит? Для нее, поверьте, это неплохо. Если сейчас сравнить, как будет у нас бить меченосец. Вот смотрите. Ну, наверное, приблизительно одинаково. Но он это за удар бьет, а этот за два. И посмотрим, как Гарик. Вот смотрите, Гарик бьет по атаке. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо, 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 не буянь. Блин, у меня опять мечник упадет. Сто пудово вам говорю. Он его добьет. Он его так не оставит. Вот увидите. Так, что у нас это? Боевой клич накладывает на себя бонус крит шанса. Крит шанса это хорошо. А вот это у нас герой такой три раза подряд. Давай-ка три раза подряд лучше мы его. Все равно слабо, все равно слабо. Я не знаю, есть ли смысл лечить. Ну, давай. Все равно уронит он его. Так, сколько у нас тут получается? Штраф защиты и... Урон зависит от атаки. Штраф защиты. Ну что ж, давай попробуем. Если штраф прокатит, то у него ослабнет броня. Опа! Штраф... Нет, не повесили, да? Не повесили. Сейчас он бомбанет, ребят. Смотрите, энергия копится. Сейчас будет суперудар. Ох, выстоял, выстоял. Ох, хитрена батона. Давай, лучница, стреляй. Ну, слабо, блин. Ну, очень слабо. Так, ладно, давай повесим на тебя боевой клич. Может быть, кританешь. А на сколько у нас? Ага, бонус скорости. Ладно, давай сделаем. Во, неплохо сейчас получилось. Так. И удар. Все равно я чувствую, он у меня мечника забомбит. Вот сейчас будет удар. Да. Да, да. И лучница упала там же. Вот так вот, ребята. Вот вам и результат, блин. Я говорю, вот основная тройка у меня. Основная тройка игроков, блин. Как сказал бы Якубович, да? Так, ну ладно. Все, ему хана. С ними он не справится. Может быть, конечно, шипаста голового и завалит. Хотя я в этом очень сильно сомневаюсь. Так, что у него тут стоит? У него, смотрите, у него стоит скорость. У него стоит повышенная защита. Да получи ты, гад. Е! Ха-ха! Офигеть, 4 минуты я его бомбил. Ну что же, мы с вами получили вот эту вот баночку. А баночка это малое зелье арканы. Позволяет развивать героев. Текущее количество у меня их 7. Дальше. Уровень, уровень никто не получил. Но смотри зато. Я так понимаю, ребята, это показывается атака. Или что это такое? Вот это что такое? Я не понимаю. Красная полоска. Получается, должно быть атака. И вот у меня по атаке самый сильный, ну, кто нанес. Это, получается, Гарик. Не знаю, что я тут несу. Но, по-моему, вот красная полоска, это означает атака. Но не может быть, чтобы у меня меченосец нанес всего лишь 3000 урона. Странно. Хотя, Гарик, да, он же у нас сделал такие там мощные суперудары. Почему бы и нет? Ну, ладно. Это уже не суть важна, ребят. Суть важна в том, что мы все-таки его забомбили. И мы перешли с вами на четвертый уровень. То есть, он станет еще сильнее. И смотрите, он станет давать нам среднее зелье арканы. А вот эти вот предметы, я так и не понял. Где их получить можно? С чего? У него тут нету, видите? А вот здесь они показаны. Может быть, они как-то будут рандомно выпадать? Ладно, ребятули. Ну, что же, давайте посмотрим теперь следующего босса. И я хочу показать вам Минотавра. В Минотавре я тоже дошел до третьего уровня. И дают свитки. Эти свитки вот эти вот у нас открывают таланты героев. Но почему-то дают ограниченное количество их и на определенного персонажа. То есть, на поднятие одного таланта нужно пять свитков. Мне давали пока по три. Но здесь уже четыре-пять. Если дадут пять свитков на одного из персонажей, то, возможно, мы сможем ему прапать какой-то талант. Ну что же, давайте посмотрим, сможем ли мы здесь справиться. Так, поехали. Минотавр сделан тоже неплохо. Такой же гигантский чувачок, как и Аркант, который только что был. Так что... Ну, у него тоже охрана есть. Ну-ка, зажгем в аду их всех. Ну, здесь уже посильнее, братки, я смотрю. Давай поставим автобой. Они сейчас быстрее... Погоди, погоди, погоди. Не надо, не надо автобой. Оу, щет! Да ну-ка нафиг. Вы что, серьезно что ли? Что-то как-то быстро вы лучницу наказали. Они сейчас и мечника могут. Точнее, меченос. Зашибись, я вам скажу. Наверное, мы Минотавра не пройдем. Наверное, не пройдем мы с вами, Минотавра. Судя по тому, что уже двух бойцов моих накрыли. Это была только первая волна из трех. Зашибись. Ну, давай. Сделаем так. Теперь. Давай. Вот это вот убьем. С мечом двуручным. Она нафиг нам здесь не нужна. Ты посмотри... Ты видел? Вот это... Вот это я понимаю лучник. Вот это лучник. Пипец. Ребят, нет. Не покажу. Я нет. Я, может быть, дойду до Минотавра, но убить мы его уже вряд ли убьем. Поверьте мне. Таким составом мы его... Не одолеем. Вот. Ну, нифига тут лучники шпарят. Град стрел. Выживают только сильнейшие. У нас, видимо, иммунитет против этих вот... Темных. Ну, ладно. Все. Добиваем эту засранку. Ну, и вот эту. И сейчас будет уже сам Минотавр. С охраной причем. Вот он. Вот так вот он выглядит, ребятули. Вот у него охрана. Довольно такая жирная, да? Смотри, что будет сейчас. Нормуль. И сейчас еще он будет. А бьет он огнем, ребят. И очень больно. Слушай, ну, паладинка, конечно, хороша. Смотри, смотри, смотри. Опа. Ты видел? Ты видел, что произошло, блин? Минус. Я бы даже сказал, что это не Минотавр. Знаете, какой-то... Демон. Он больше на демона похож. Чем на Минотавра. Так, ну что, охрану мы разнесли. Ну, и он, естественно... Сейчас нас разнесет в пух и прах. Ну, в любом случае, моя цель была вам показать, что это за босс. Будет чудо, если мы его убьем. Ну, я сомневаюсь в этом. Видите, Гарик по атаке, ну, вообще никакой. Он как страж, да. Но как атакующий. Вот, вот паладинка офигеть бомбит. У него штрафы висят. Поэтому... Поэтому мы ему хорошо задаем. Ай-яй-яй. А теперь все. Он меня убьет. Угу. Ну, если я даже буду хиляться, сколько? На полторы тысячи. А урона наносит он мне на три тысячи. Понятно, короче. Сейчас еще удар сделать, и все. И мне хана. Ну, извините, ребятушки. Не получилось. Если бы я предыдущего бы бомбил, я бы его прошел. Ну, вы посмотрели, да? Вы посмотрели, вы убедились, что босс такой неплохой. А теперь я вам покажу паучиху. Вы, наверное, очень хотите посмотреть на нее. И я вам это делаю. Ну, ледяного голема мы видели. Кстати, я еще не видел логово дракона. Я туда не заходил. Но давайте начнем с паучихи. Даже... Как тут проходить? Я ума и приложу. Поехали. Дают за победу над паучихой идут артефакты. То есть кольца и ожерелки. То есть довольно такая годнота идет. Но чтобы ее получить, нужно ее убить. А как убить? Я пока ума не приложу. Посмотрите, что сейчас будет. Ты посмотри. Вот... Просто... Вот сейчас они ядом просто убьют. Смотри, их целая орда. Причем, я так понимаю, они живут очень мало. А если я их сейчас начну бить... Вот, он все будет призывать, призывать. Вот, смотри, делаем так. Так, предположим. И то я их не добил всех. А он все вызывает и вызывает. И посмотри, какая тут армия, блин, этих... Тараканов, блин. Пипец просто. Просто пипец. Ну. И урон-то какой-то ничтожный у нас идет. Вот, видел, взорвал он их. В паутину у нас в какую-то тут вхерачил. И опять призов. И вот так вот бесконечно, ребят. Нормуля, да? Лучше, блин, не... Причем он себе восстанавливает здоровье все. Я только сейчас это увидел. А с чего вдруг, блин? Устойчивость к штрафу лечения. Призывает двух пауков в начале каждого хода героя из команды противника, блин. Понятно. Что там? При атаке пачихи или пауков. Артефакт кражи жизни и навыков, которые лечат на основе населенного урона, восстанавливает только 35% указанного количества здоровья. Атака по всем врагам с вероятностью 70% сокращает шкалу скорости на 30%. Атака по всем врагам. Враги, на которых есть яд, получают на 15% больше урона. Ну вот, ребята. О чем я вам говорю? Ну это же жесть. Это жесть. Это вот босс, блин. Это эпический какой-то босс, блин. И это только лишь первый. А там видели, какая шкала идет? Ну вот как вот? Ну вот как вот тут? Нет, если тут, конечно, есть какие-то артефакты сопротивлению яду, то, возможно, можно как-то его будет победить. Ну, то есть уклонение или там иммунитет к яду, то тогда да. Но вот на данном этапе это, извините меня, это... Ну, нереально. Причем паучки-то всего лишь седьмого уровня. О-о-о-о-о-о. Смотри, что он сделал. Облил нас кислотой. И, как вы помните, да, на ком висит яд, защита на сколько-то там процентов меньше. Нереально победить. Вот мне сейчас паучиху эту просто нереально победить. Может быть, спустя годик... Шучу, ребят, конечно же. Будем стараться, стремиться. Будем развиваться, качаться. И рано или поздно мы ее победим. Ну вот и все. Сейчас остается только лишь паладинка у меня. Которая, конечно же, тоже здесь долго. Ну, каждый сейчас паучок сходит. Каждый траванет. Не, бесполезно. Паучков этих бить? Ребят, почему вы скажете? Чего ты не бьешь паучков? Их бесполезно бить. Я убью одного паучка. Он призовет еще двух. Вы видите, что он сейчас сделал? Он взорвал своих паучков. И за счет них отхилился. То есть, как можно? Это нужно иметь такую атаку, да? Супер атаку, чтобы я за один удар уничтожал всех паучков. Ну, вы понимаете, да? Например, у Гаррика будет такой удар, да? Тот же самый адский призыв. Эти столбы огня выходят, паучки взрываются. Но у него же потом идет откат. Вы понимаете, к чему я говорю, да? Нужно, чтобы такой же удар или наподобие был еще одного. То есть, у каждого персонажа должен быть массовый урон. И причем довольно мощный. Чтобы эти паучки умирали, как только появляются. Вот только в этом случае можно здесь пройти. Вот это, по крайней мере, мое решение. Или же, если тут какая-то есть заморозка или еще что-нибудь. В общем, надо будет с этим разбираться. Для этого, конечно же, нам нужны будут маги. Ну что же, а теперь давайте вместе посмотрим... Ох ты, замок лавового рыцаря. Давайте начнем с логова дракона. Уж больно, мне хочется посмотреть. Он седьмого уровня в данный момент. И разыгрываются ящички. Артефакт. Давайте посмотрим. Сегодня у нас будет такой показательный заход по боссам. По всем. Ну, не по всем, а которые доступны сейчас. Потому что некоторые открываются в понедельник. Какие-то во вторник. Ага. Вы узнаете эту логу, да? У нас игра начиналась именно вот с этого момента. Ага. Давай уничтожим. Только, по-моему, там ребята были нежить. А тут, я смотрю, уже людишки. Ну, давай, давай, давай. Слушайте, ну, ребят, вот согласитесь, что прорисовка именно героев здесь просто обалденная. Вот. Просто офигенная. У меня не к чему придраться. Красивая анимация магии. Красивые сами персонажи. Все очень изумительно сделано. Разработчики вообще не поскупились на игру. Вот, на эту. Так, ну что ж, давай, наверное, мы с тобой сделаем усиленную атаку. Потому что там уже будет дракон. Так, уничтожить нам нужно арбалетчика этого. Нет, не вышло нифигашечки. Она хиляет. А если мы его так сделаем? Хоп. Двоих сразу снесло. Так, давай добьем вот этого вот. И остается топорщик. Вот что мне нравится здесь, ребята, это вот, смотрите, все бафы, они обозначаются. То есть, ну, вы видите, да, у нас сейчас в данный момент повышенная атака. У него повышенная атака. Вот это, я не знаю, это, по-моему, контрудар и повышенная у него скорость. А скорость именно накопление шкалы. Ну, готов. А вот и дракон. Ёпарси ты. Хе-хе, гигантский. Давайте почитаем маленько. Так, атака по всем врагам. Накладывает штраф атаки 50% на 2 хода. Атака по всем врагам. Накладывает 2 яда 5% на 3 хода. И слабость, опять же, накладывает. Открывает секретный навык испепеления. То есть, помните, это огненное дыхание, ребята. Это, наверное, жесть сжигает. И испепеление. Атака по всем врагам. Накладывает оглушение на 1 ход. Если хеллрейзер получит достаточно урона в момент разблокировки, навык не будет открыт. Хелл... Лэ... Кто такой хр... Хр... Язык сломаешь, блин. Хеллрейзер. И может его так звать? Хеллрейзер. Ладно, давайте посмотрим. Я думаю, что элемент огня против него это... Вообще... Херово, да? Слушай, ну нет. Давай-ка тройной удар. Так, хорошо идем. Пока хорошо идем. Что делает? Что там? Что он там повесил на меня? Ты посмотри. И отравление, и ожог. Так, ёпперсоте. Ага, врепа получил. Так, ребятули, ребятули. Нам нужно, нам нужно... Нет, нам... Блин. А смысл лечить-то? Я не знаю, нет смысла лечить. Офигеть урон. Так, давай, меччик. Я вижу, у тебя повышенная атака по нему. О, хорошо пошло. Черт, мы отравлены, да? Ну, естественно, отравлены. Так, сейчас бомбанет. Ребята, сейчас будет бомбический удар. Энергия у него накопилась, смотрите. Что сейчас зажгет, наверное, да? Или не будет зажигать пока? Лучница сейчас стопудово погибнет. Что там? Ой-ой-ой, ребята, он копит этот... Супер дыхание свое. Если мы вот эту вот полоску сейчас ему собьем, я так понимаю, дыхание у него не сработает. Так. Ага. Давай, Гарик. Да, все правильно. Как только мы сбиваем вот эту вот фиолетовую полосочку у него, вот это смертельное огненное дыхание, мы просто-напросто уничтожаем. Но это прикольно, это очень хорошо, ребята. То есть, босс не просто там тупо как-то бомбит, а именно у него есть свои эти... Ой! Вот так вот. Вот так вот вычудил. Слушайте, а может быть мы его все-таки сможем победить, а? Я уже... Просто, знаете, ну хочется. Вот меченосец почему-то офигенно на нему... На нем... На него. Короче, ему наносит хороший урон. Повышенный. А остальные вот как-то все... Ну-ка, давай вот так вот зажарим. О! Воу! Ай-яй-яй-яй! Как же ты жестко бомбишь, дракон! Хорош, сдохни, пожалуйста, а! Дай мне, пожалуйста, артефакты. Мне нужны артефакты. Ну? Е! Е! Слушайте, у нас есть шанс, ребятули, есть шанс его победить. Так, так. Тихо, тихо, тихо! Блин! Зачем ты вот это... Опачки! Ребятулечки! При вас только что забомбил босса. Ох ты! Это что такое? Иммунитет. Так, это эпический... Иммунитет на два хода. Комплект четыре штуки. Иммунитет. Так, а что это? Щит! Слушайте, а иммунитет к чему? Конечно, забрать какой? Продавать. Нифига себе продавать. А... Никаких продавать. Иммунитет. Ну, это щит у нас, так? Так. Давай посмотрим, например, вот здесь. Что ты делаешь? Так, защита четыре, крит, урон, один урон, здоровье. Так, а? Так, ну это опять же нужен комплект. То есть, еще одна вещь нужна. Нет, вру. Не одна вещь, ребята. Нужно еще три вещи. Потому что комплект работает только при четырех. Только при четырех. Смотрите, ребят, если я одену крит, у нас повысится, да, на 1%. Сопротивление понизится, защита понизится, здоровье повысится. Черт, ты его знает, как лучше-то сделать. Как же сделать лучше, ребят? Так, Гарик, мы можем... Нет, не можем. У тебя только три свитка. Нам нужно пять для повышения. Пять же нужно? По-моему, пять. Ну, смотри, например, атаку берем. Видите, пять. А у меня три. Не дает он почему-то, блин, гад. Он в разнобойку дает. Он мне вот первый раз дал на Гарик, а второй раз дал на кого? На кого он дал мне? Вот, он дал на лучницу. И все. Если, конечно, делать несколько ходов, может быть, он... Несколько заходов на босса, может быть, он в конце концов еще даст нам. Но не уверен я в этом. Так, навыки. Навык вот с буковкой... Ой, с буковкой. С восклицательным знаком означает, что мы можем его улучшить. Кольцо только на нежить. Нежити у меня нету. К сожалению. Вообще никакой нежити нету. Слушай, а если мы ему оденем вот этот щит? Ну, чтоб хоть как-то стоял, не падал сразу, а? Пускай будет так. Так, наденем на него еще броню. Кстати, броня, смотрите, вроде бы с виду одинаковая, да? А смотрите, этот доспех дает атаку на восемь. А другой доспех сейчас покажу. Вот, например, на ком у нас стоит такой же доспех. Вот здесь, да? А этот доспех уже дает защиту. Возим. Абсолютно одинаковый. Так, ладно, давайте мы своего вот этого вот меченосца немножечко приоденем, хоть капельку. Все-таки, что он у нас как голодранец-то бегает? Атака. Хорошо, давай наденем тебе на атаку. Сапогов у нас есть. Сапоги есть. Давай мы сапоги ему оденем. И перчатки. Крит урон. Один процент. В принципе, почти фулл экипировка, кроме шлема. Шлема нету. Не хватает. Так, а тебе, радость моя, что можно поставить? Ну, можно поставить доспешек. И все. Так, тут защита восемь. А тут и тут защита восемь. Нормуль. Мне нужны, знаете что, ребята? Новые-новые герои. Где их, блин? Жалко, что как в Скайландере я не могу так же призывать или покупать их. А может быть могу? Шадов Грей улучшил героя Дракоморфа. Легендарный пять звезд. Ё-моё, откуда у него Дракоморф? Шадов Грей, откуда у тебя Дракоморф? Призвать. Цитадель Тьмы, Цитадель Духа, Цитадель Магии, Силы Арканы. Блин, ну хотя бы какого-нибудь редкого или эпического персонажа бы мне. Ребятулечки. Ну, очень нужен мне, вы понимаете? Такс, давай зайдем в таверну и посмотрим повышение ранга. Герой не достиг. Ну, естественно, не достиг. Конечно же. Так, улучшение навыков. Кстати, вот это вот, видите, у меня уже уровня 2. Но нету ни книжек, ни хера. Ага, увеличивают базовые параметры. Но для этого нам нужны вот эти синие баночки. Они у нас только в магазине, либо у мага. Точнее, у босса. Погоди-ка, а я что-то могу купить ведь, да? Смотрите-ка. У меня 105. 105 брюликов. Знаете, в чем проблема? Я эти брюлики хочу вот сюда спустить. Шахта. Для шахты, для открытия нужно 500 брюликов. Я так понимаю, что это будет у нас добыча вот этих бриллиантов, рубинов. Поэтому есть смысл все-таки открыть рудник. И потом, как говорится, получать рубины и тратить. Чем мы сейчас будем с вами просто так рубинчики тратить. И рудник у нас просто будет стоять. Ладно, поехали на следующего босса. У нас там еще есть босс один. Так, заберем опыт. Деньги. У нас там еще босс. И это у нас замок лавового рыцаря, е-мое. Что у него тут? Опять же артефакты какие-то. Ну что же, он седьмого уровня. Поехали. Одна звезда. Надеюсь, справимся. Лавовый рыцарь. То есть элемент огня, получается, так? Ну, этих... Ага, смотрите, огонь. Самая низшая атака, если я буду применять огонь. Офигеть, блин. Значит, лавового чувачка мне тоже валить бесполезно. Ледяной удар, блин. С какого перепугу у вас ледяной удар? Вы же вроде как... Все, приплыли. Пипец. Я офигею, блин. Ну давай, мечник. У тебя средняя атака по ним. Так. Хорошо, давай добьем. Так, защиту вешает на себя. Плюс регенерацию, да? Хорош с таким тесаком бомбить-то, эй. Надо вот этого говнюка сносить. Опа, судара. Блин, паладинка вообще мощневая баба. Мне нравится она. Щит. Был, да? Я думаю, что добьет у меня гарик. Отлично. Вон того хламона. Это первая волна, да? У нас только еще. Штраф атаки. Блин, на два хода достал уже. Сдохни, бразь. Так, а тут... А тут уже какие-то некроманты, блин. Ай-яй-яй. Так, три раза. Кого три раза будем атаковать? Давай вот этого, мне не нравится. Слабая атака. Ну точно, это лечи. Кокон какой-то, ага. Ё, просто хорош. Это, кстати... Знаете, на кого похож? На моего... На моего мечника. Давай-ка вот так вот. На нафиг. Слушай, гарик, ты уж извини. Ну давай хоть так попробуем сделать. Чем никак вообще. Отлично. Блин, шипоголовый упал. Гарик, твой собрат упал. Мстить будем? Я думаю, ты должен отомстить. Ты должен отомстить. Так, это минус. Сразу же говорю вам. Лич. Ну-ка. Линкуем его. Ай, капельку не хватило. Гарик сделает это дело. Хорошо. У нас там еще один чувак, да? Остался. Сейчас мы его... Не получилось. Офигеть ты, парень. Сильно бомбит. Ну что ж, давайте смотреть теперь этого лавового воителя. Хира, чувак. Хира, чувак. Ты посмотри. Классно. Ну, боссы здесь вообще классные. Что персонажи, что боссы. Что это за взрыв у него такой? Атака по всем врагам. Атака по всем врагам и накладывает штраф скорости на 30% на 3 хода. Понятно. И... Так, особый щит. Щит снижает получаемый урон на 80% и блокирует все штрафы. Если лавовый рыцарь начинает ход с активным щитом, он атакует всех врагов. Атака сокращает максимальное здоровье каждого врага. В начале каждого хода лавовый рыцарь лечится. Лечение урон зависит от силы щита на текущий момент. Как вам такое, а? Че? Что это? Я думаю, что вы все прекрасно поняли, да? И как вы... Че, вы специально что-то так делаете? Это невозможно. Это ничтожный урон, блин. Ну-ка. Фигею просто. Сейчас звезда нет, ребят, смотрите. И хиляется за счет своей атаки, ты представляешь? Блок штрафа, блин, ага. Короче, его не задебафить, ничего с ним не сделать и вообще его не пройти мне. Это как паучиха. Это легендарный какой-то босс, блин. Это бесполезно, ребят. Смотрите, сейчас опять звезда нет и отхилится. Точнее, он хиляется, а потом бьет. Не-е-е, это... Это... Я не знаю, как. Слабо 65. 65 всего лишь. Слушайте, но несмотря на то, что мы, конечно, здесь озвездюлимся, босс очень классно сделан. И вот эта вот задумка неплохая. И бафы, и дебафы, и вот эти спецвозможности. Просто великолепно сделано. Не придраться. Не какой-то там тупой, блин, чмошник, которого стоишь, просто бомбишь и все, блин. Нет. Надо вот именно разрабатывать какую-то определенную схему, стратегию. Определенных героев, заточка и так далее и так подобное. Вот что здесь нужно будет. На храпом его не пройдешь. Не-а. На удачу тоже не получится. М-да, ребятушки. Охереть просто, блин. Просто охереть. Вот мы и посмотрели с вами босса. И хорошо, что мы получили с вами 15 уровень. Что-то у нас открывается же, да? Открыто тренировочный лагерь. Бесплатное повышение уровня. Отправь героев в тренировочный лагерь, чтобы они набирали опыт без твоего участия. Что, серьезно, что ли? Быстрое улучшение. Открой больше слотов в тренировочном лагере, чтобы размещать еще больше героев. О, хребятули. То есть, оффлайн прокачка получается? А ну-ка, дай-ка я посмотрю на это дело. Так, выбрать героя. Мы можем открыть ячейку за 300 брюликов. Угу, понял. Ну, пока мы можем с вами... Погоди, я что, должен улучшить так, что ли? А, выбрать героя. Надо сюда кликать-то, е-мое. Ну, предположим, я хочу... Герой недоступен. Ага, для защиты на арене. Выбран для защиты на арене. Изменить команду защиты. Конечно, изменить. Так, например, я уберу отсюда Гаррика. А поставлю я сюда... Так, Гарик. Давай мы поставим... Ну, так вот. Хрен с ним. Пока, ребята, пока. Все, да? Так, атака, лига. Вступить в клан пока еще закрыто. А вступить в клан это что? Необходимо вступить в клан. Вступить сейчас, ок. Слушайте, чтобы создать клан, как я хотел, нужно, по-моему, 500 бриллиантов. То есть, блин, бриллианты здесь нужны практически на все. Но я так понимаю, что без доната здесь можно играть. Не скажу, что, наверное, комфортно будет, но можно. Ну, что такое? Кланы не найдены. Вот я могу вступить. Могу вступить в клан Засраться. Нет, не могу. Погоди-ка, а как это так? У него 30, это лимит. А у него всего один. Причем у наших русичей, я как посмотрю, да, дела именно с набором игроков обстоит намного хуже, чем у тех же самых французов, американцев и так далее. То есть, русские ребята, я могу вам сказать, здесь еще пока в этой игре, как вам объяснить-то? Мало кто знает, видимо, про эту игру. Вы посмотрите. Ну, вот здесь вот 8 из 30, это неплохо, я считаю. Это уже хорошо. Так, украинцы здесь. Украинцы вообще тут молодцы, конечно. 29 из 30, 27 из 30. Во, 22 из 30, это неплохо тоже. Так, Одесса, мама. Украинки, украинки, русский. Чтобы создать клан, что нужно нам? 250 брюлей. То есть, как я только накоплю 250 брюлей, я обязательно буду открывать здесь свой клан. Пока я вступать никуда, наверное, не буду. Или буду? Нет, пока не буду. Забрать. Забираем. Кстати, когда 30 уровень я получу, мне дадут 50 брюлей. На 45, а сколько? Ага, 60 пока максимальный. Насколько я могу понимать. Ну что? Нам, наверное, с вами пора, пора идти куда? На основную сюжетную линию. Так? Так. Поэтому поехали, ребята. Так, кстати, давайте-ка арену еще немножечко с вами просекем. Ой. Тут сильно. Откуда он взял вот этого персонажа, блин? Я тоже хочу себе вот этого некроманта. 30-е, 40-е уровни. Ну, я пока не вижу здесь 50-х уровней. Вот 20-е, 30-е. Нормуль. Нормуль. Еще есть шанс, как говорится, выделиться здесь. А у нас с вами катакомбы Нарбука, если вы забыли. Да-да, именно они. Поехали. Так, мы убираем этого и берем шипоголового. Вот так вот. Слушайте, мне нужны камушки. Мне нужны камушки призывов, чтобы я смог призвать новых себе героев. Хотя бы, ну, парочку каких-нибудь, я не знаю, редких там или эпических. Я про легендарных, конечно, вообще молчу. Пятого уровня. Давайте их жарить, ребята. Автобой, я думаю, здесь без меня справится. На-ка. Влобешник прям. Ага. Ну, тут у нас все нежить. Причем вот эти барышни, я не могу понять, кто они такие. Ну, видимо, какие-то темные ассасинки, судя по всему. Это-то сто процентов мертвецы. Даже вон видно, что они вон в стрелах все проткнутые. И вон череп виден. Так, ну что же. Третий раунд. Минус. Так, что ты делаешь? А, понял. Бонус крит. Фига себе, сила смерти. Ха-ха. Что они делают? Торболечица такая, да? Тоже убийца какая-то, видимо. Темный эльф, может быть. Он тоже, наверное, сюда входит. К нежити. Блин, сейчас... Моего мечника забомбят. Ай! Гад вонючий. Да, мечник, еще раз вам повторю, ребята. Сейчас в данный момент слабоват здесь. Его тоже нужно поменять. Опа! Здоровье 120, защита плюс 15 процентов. Но, опять же, комплект нужен из двух штук. Хм. Так, комплект нужен из двух штук. Ладно, ребята, давайте следующий бой. Блин, ну какой же вот этот чувак мощный, жесткий. Ох. Да, тут, конечно, все еще многое зависит от шмоток. От звездности шмоток. И от того, какой он эпический, редкий, уникальный. Такие в одинаковой позе упали. Так, минус. Отлично. Пока у нас 18 секунд бой длится. Блин, ну паладинка, конечно, круто. Круто жарит. У нее удар. Но, опять же, вам говорю еще раз, что каждая стихия бьет по другой стихии. Либо сильнее, либо слабее. Это как в черепашках. То же самое. То есть, вода бьет огонь, да? Огонь. Огонь хрен знает, что там бьет. Огонь бьет землю, наверное, да? Или природу. Так, ну что, мы здесь прошли. Получим что-нибудь хорошее? Ох ты! Ребята, новый герой. Ведьма. Редкая. Неужели у меня появился редкий персонаж? Тем более, ведьма. Я так понимаю, что она лед? Ледяной выстрел. Так, атака по врагу с вероятностью 30% накладывает штраф скорости. То есть, замораживает его, да? На пятом уровне 10% будет. Следующее. Герой атакует врага два раза. С вероятностью 20% наносит дополнительный удар. То есть, три раза может атаковать, если пройдет шанс. И цепкий плющ. Герой атакует случайных врагов три раза. Каждый удар с вероятностью 30% накладывает штраф защиты 30% на два хода. Навык после развития. Герой атакует случайных врагов три раза. И уже 60%. Слушайте, круто. И это нежить у меня. У меня же, ребятули, есть колечко на нежить. Ага. Ну-кася, 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 ну-кася. Так, мы с вами идем куда? Во-первых, нам нужно ее немножечко раскачать. Так? Так. Для этого мы отправляемся с вами в этот. В таверну. Так, выбираем ее. И вот. Это же для нежити. Это для нежити, ребята. Видите? Тут каждая пивная крючка обозначена своим голограммкой, логотипом. Я не знаю, как назвать-то попроще. Короче, своим значком. Вот этот, я так понимаю, для нежити предназначен. Видите? Черепок, нежить. Все это. Вот это уже для других. Не знаю, для кого. Но мы можем также его сюда потратить. Но опыта дает намного меньше. Вы видите, да? Ну что же, повышаем. Десятый уровень она сразу получает. И теперь нам что нужно сделать? Давай-ка посмотрим, что мы можем сделать. Так, я могу скормить ей. Ничего скормить не буду. Развивать я тоже ничего не буду. Заходим в коллекцию. И надеваем на нее... Смогу я кольцо на нее надеть? Вот это вот. Так, улучшите героя... Блин, да чтоб тебя! Четвертый ранг нужен. Вы представляете, ребят? Одеваем тогда шлем. Здоровье 120 дает. И щит вот этот вот. С защитой. Все. Как-то вот так вот у нас должно это получиться дело. И... Раз, два, три, четыре. Я думаю, что она будет у нас вместо... Меченосца. Скорее всего, так. Ну что же, теперь давайте проверим ее в бою. Так, берем бой. Компашку. Катакомба Нарбука. То есть, я так понимаю, что героя можно получить рандомно. Вы видите, да? Вот, например, здесь в данный момент можно получить вот. И я получил причем лучшего героя. Три звезды. Могу получить вот этих вот. Хм. Отлично. Поехали тогда. Убираем мечника и ставим вот эту вот нашу. Я надеюсь, у них нет никаких там конфликтов между собой, что... Это нежить, это орк, там, это человек. Вот... Орк с орком могли бы как-то, знаете, синхронизироваться, чтобы у них была там совместная усиленная атака. Было бы тоже довольно неплохо. Так, ладушки. Давайте посмотрим, что она из себя в бою представляет. Это, еще раз повторю, ребята, маг. Маг ведь? По-моему, маг, все-таки. Хотя, похоже, как будто она с копьем стоит. Но это посох, на самом деле, по-моему. Или все-таки копье, но ледяное. Сейчас посмотрим. Так, давайте мы уберем автобой пока. И я хочу посмотреть. Цепкий плющ. Ну, давай посмотрим, что это такое. Цепкий плющ. Ё, просто неплохо. Хильнем. Вот достали, а. Не получилось. Добивочный. Так, ну что, давайте эту... Ага, вот так вот это все делается. Блин, они ее атакуют, потому что знают прекрасно, что она слабенькая. Герой только появился. Плюс у него нет брони никакой. Броня-то есть, но я ее не прокачивал, ребят. Прокачки нету. То есть, можно сказать, что голая стоит здесь. Так. Проклятое касание какое-то. Банши, пора тебе на нас сдохнуть. Е-е-е. Слушайте, ну мне нравится, как она выглядит так. Круто. Опачки. А вот, ребята, и перчаточки подоспели. Как раз, по-моему, от того самого сета, который стоит на ведьме. Сейчас я должен лично убедиться в этом. Так, я могу как-то это все делать покороче, как-то быстро выходить, быстро заходить. Так, в коллекцию. Давай зайдем. Ведьма. Вот сюда. И перчатки. По-моему, ребята, это тот же самый сет. Так, надеть. Защита 15%. А где увидеть, если... Ага, вот, ребята, комплект двух штук. Защита. Да, все работает. Наверное. Ну, смотрим. Защита. 43. Так, навыки. Цепкий плющ. Таланты. У нее пока нет ничего. Нам нужны свитки. Вот что еще нам нужно, ребят. Заработать свитки. 5 штучек, чтобы открыть первый талант. Дали что-нибудь здесь? Нет, ничего не дали. Так, это все герои. Это все понятно. Мы с вами продолжаем бой. Кстати, здесь мы, наверное, заберем с вами 20 тысяч. А что это за мешочек такой? Что? Восстанавливает жетонные арены. Ага, понял. А могу я в тренировочный лагерь, например, сейчас поставить мечника, да, своего? А где он у меня? Почему он закрыт? Хорошо, давай поставим вот, например, лучницу. Да, повышение 1 час 50... 2 часа, грубо говоря. Хорошо. И получится она 2100 опытов в час. Ладно, пускай стоит, тренируется. А мы с вами идем дальше в катакомбы. Поехали. Нарбук. Сколько тут еще уровней-то осталось? В принципе, немного. В конце будет какой-то, видимо... Как его звать-то? Вампир или летучая мышь. Давайте наказывать их всех. Сегодня мы пройдем, наверное, от этого боська и... Наверное, будем закругляться. Посмотрим, как пойдут дела. Потому что, ребята, я думаю, что вы просто слишком много и долго смотреть устаете. И если же нет, то пишите в комментариях. Будем делать видуськи подольше и подлиннее. Как говорится, побольше сможем с вами обхватить. Так, отлично. Ядритый плющ, это, конечно, все хорошо. Но штраф-то все равно мы не вешаем. А должна, по идее. И немножко мало наносит урона она. Так, тихо. Вот здесь бы... Был бы какой-нибудь герой у нас с провокацией. Ну, таунт, грубо говоря, да? Такого пока нету. То есть, нету разницы, что у нас, как вот во многих играх, да? Защитник стоит спереди. Дамагеры стоят на средней полосе. А, например, хиллеры это на самой последней дорожке. У нас здесь все в ряд стоят. Тихо. А он получил штраф все-таки, смотрите, по скорости. Так, минус скелет. Да хорош ты уже, банча. Нет, ну, Гарик, ну почему ты так бьешь слабо, а? Молодец, добила. Умница. Вот паладинка бомбит вообще офигенно. У нее девятнадцатый уровень. Кстати, нужно своих героев немножечко, наверное, укрепить, усилить. Лежи и отдыхай там, е-мое. Ох ты, бронька. Ребят, мы, по-моему, с вами так сет соберем целый. Ведьма будет в куражах у меня скоро. Ладно, я думаю, что пока не стоит, наверное, отлучаться отсюда. Мы дальше с вами должны забомбить. Тут осталось совсем маленько. Надеюсь, что босс будет к нам милосерден. А если не будет, он получит звездюлей. Так, шопоголовый. Молодец, наказал. Ух ты, крепчаешь, барышня. Ой, а это кто такой? Что за засранец? Смотри. Какой-то поганый. Офига ты. Жук лавозный. Блин. По-моему, пора брать в руки управление. Да это вторая волна только лишь. Хм. Ну, давай вот эту минусанем. Так, что же делать? Давай попробуем усиленный атак. А давай он того. Эх, третьего раза. Погоди. Хильнем. Мало-мало хиляем. Так, что же делать? Вот эту можем бомбануть, наверное. Ага. О-о-о-о, давай вот паладина атакую. Как раз ему пофиг на тебе, что ты там делаешь. Так, этого надо убрать отсюда с поля боя. Нафиг он мне тут нужен. Так, а теперь ты, вонючая летучая мышь. Наверное, босс будет что-то типа такой же мрази. Но, есть. Третий раунд. Ну, кто там нас? Погоди-ка. А, мы еще до босса-то не дошли, е-мое. Я что-то обрадовался. Думал, сейчас босс будет здесь. Нет, босс будет уже в следующем уровне. Это предпоследний этап у нас. Тыч. Ну, второй-то раз еще не выстреливаешь, блин. Ведьма. Ну, так дела не делаются. Что ты там? Свою кислоту выплевываешь. Ладно. Желчь, так скажем, да? Живет гадюка еще. Подохни. Так, хорошо. И остался у нас последний уровень. Последний этап. Вы что, серьезно, что ли? Вы мне даете дубль? А что я могу сделать? Вот, ребята, босс. Смотрите, две звезды 18 уровня. Это, конечно, все хорошо. Можно я кое-что, ребята, гляну? Мне дали дубль ведьмы. Что я могу с ним сделать? Смотрите, если мы с вами наберем 252 звезды, мне дадут эпический камень. Я скоро получу 45 звезд. Блин. Вот что значит получать звезды-то здесь? Ага. Значит, нам выгодно получать звездные уровни. Понятненько. Так. Что я могу сделать с дублем? Я, конечно, понимаю, что я могу ее призвать как дополнительного персонажа. То есть, у меня будут две ведьмы. Но зачем? А я могу, например, ей скормить. Так, сейчас броню оденем. Защита 2%. Ага. Пускай носит. Так. Улучшить. Кстати, давайте улучшим ей, наверное. Вот ей бы меч в руки. Улучшим. Деньги есть? Деньги есть пока. 10 попыток. Пока все хорошо. Здесь точится нормуль. Новый параметр. Новый параметр получается на четвертом уровне. Потом на восьмом, на двенадцатом и на шестнадцатом. Так. Как видим, скорость 2. Теперь, если мы до восьми прокачаем, у нас откроется еще что-то новенькое. Давай проверим, что там будет. Какой новый параметр? Ну, ладно тебе, хорош. Давай, 10 попыток сразу же. Еще. Отлично. Так, это седьмой уровень. Давай еще 10 попыток. А, минус. Отлично, ревитули. Так, атака. 1%. Хорошо. На этом мы пока остановимся. Шлем заточен. Броня. Что у нас по броне? Если мы ее будем улучшать. Так, поехали. Хотя бы до восьмого уровня. Также попробовать прокачать ее. До четвертого, в принципе, никаких проблем вообще нет. Смотрите, мы с вами. Вот и четвертый уровень. У нас открывается атака 3%. Теперь давай попробуем до восьмого прокачать. Так, хорошо идет. Ать, не получилось. Давай, 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 давай. Ать, дотянул. Молодец. Так, здорово, 51. Неплохо, я вам скажу. Так, а максимально вообще 25% к защите. Это четверть. Хм, это стоящие, конечно. Но мне бы хотелось бы узнать, как ей сделать четвертую звезду. Вот это меня почему-то сейчас интересует. Я так понимаю, до 30 уровня нужно прокачать эту героиню. Да? До 30 уровня. Потом уже как-то можно будет звездностей улучшить. Блин. Слушай, по-моему, нам надо тогда отправиться в таверну, да? Вот, предположим, я выбрал ее. И теперь мы вот так вот. Видите? Я могу скормить ее же. Опыта 6400. Слушай, тут улучшение навыков можно сделать. А какой навык будет улучшаться? Кто мне скажет? Ну-ка, проверим. Пожертвовать. Ну да. Магические стрелы. Второй уровень. Урон 5%. Ага. Чтобы развиться, нам нужно вот... Блин, где вот эти банки брать, а? Повышение ранга, я понял. В общем, наша цель... Это прокачать ее до 30 уровня. После этого уже будут все там плюшки остальные. Ну что, пойдемте теперь на босса. Босс уже нас заждался. Так. Вот он, гаденыш. Фух. У него 18 уровень, как-никак. А у нас... Почти около того. Демоны, банереты и ящеролюды. Так. Ну что, поехали. У нас усиленная атака. А ну-ка проверим. Отлично. Отлично работает. Вторая волна. Хромовники хреновые. Так, давай-ка вот это убьем. Не убили. А если вот так вот? Штраф скорости. Ну, неплохо. Шипоголовый замочил ее. Ой, а что ж такое слабенький-то у меня? Вдруг. Слушай, ну вот паладинша я считаю... Тихо, нафиг. Считаю, самая крутая по дамагу. Она дамажит, конечно, вообще не по-детски. Плющ слабоват. Так, хорошо. Что ты делаешь? Блин. Бомбанет. Она убьет мне этого. Шипоголового орка. Да вы достали уже, блин. Давай он того. Так, так. Сильно-сильно. Теперь... Нет, слабо. Слабо. Но придется все равно делать. Так, ты добьешь? Должен. И осталась у нас... Вон, барышня с арбалетом. Какая она нахрен барышня? Демоница и все здесь. Минус. Так, ребята, а вот и... Вампир. Торнадо какой-то. Что за... Я понял его смысл, ребята. Он хиляется за счет того, что высасывает жизнь. Но я ему это не позволю. Да что ж ты... Три раза атакует, да? Бомби вот этого. О, хорошо прогрели. Блин, лишь бы никто не упал у меня. А так, слушай, подожди. Черт, я не знаю. Давай вот этого уберем нафиг. Меньше, как говорится, охраны. Спокойнее нам жить. Нет, 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 нет. Радость моя, стой. Не умирай, шипоголовый. Я тебя прошу, я тебя умоляю. А ведь он все равно его бомбанет. Как пить дать бомбанет, ребята. Никто ему ничего не сделает. Хотя, если мы вот так вот, может быть... Вряд ли, да, наверное. Но будем до последнего драться. В любом случае, он сдохнет. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну, бас. Ты че думал, что... На кого ты попал-то? Думаешь, тут салабачки стоят? Ребят, мы его захерачили. За две с половиной минуты. Герои ворвались в комнату, посреди которой культисты заставляли связанного короля Тайбу выпить мутное зелье. Прикончив злодеев, они освободили короля от пут. Меня околдовали, прохлепел Тайба, заставили развязать войну с Аравией. Король отдал героям свой перстень и продолжил. Прошу, расскажите об этом царице Еве. Поблагодарите ее за то, что приютила моих подданных. Она поможет вам найти источник этой... этой тьмы. Ядрить на корень. Ребята, две книжки получили. Фух, прикольно. Короче, ребята, Тайбу похитили, околдовали, видно какой-то яд ему дали, что он погиб. Глава четвертая. Дарменский лес. Поехали. Чтобы попасть в Аравию, герои должны были пересечь лесную чащу и пройти сквозь врата Фелвина. Через три дня они подошли к краю Дарменского леса, где обитали темные эльфы. Любой, кто хотел зайти, должен был заплатить эльфам пошлину. Показав перстень, герои потребовали пропустить их, как посланников короля. Но эльфы не признавали монархов, и переговоры быстро зашли в тупик. Достижение выполнено. Ёппорсты, вот, ребята, мы с вами и добрались до леса эльфов. Надеюсь, никому не надо объяснять, кто такие эльфы и что они могут делать. Дарменский лес. Так, ну что же, я хочу забрать свои достижения, которые я там заработал. Поделись впечатлениями. Так, ну что, где у нас тут? Это у нас не то задание. Здесь забираем. И здесь тоже забираем с вами. Так, коллекция. Давай-ка посмотрим. Мы с вами получили часть каких-то доспехов. Нет, это не шлем. А что же это? Неужели это щит? Так, погоди. Да, это, ребята, щит. Щит, я так понимаю, бастиона. Слушайте, мне вот нравится, что здесь вот полностью собираешь сет, комплект. А как, интересно, повысить звездность нашим доспехам? Или она не повышается? Тоже пока для меня неизвестно. Блин, ведьма по красоте. Просто по красоте. Смотри, как сделано все. Прикольно. Так. Ну что, ребятушки, наверное, мы с вами на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Кстати, скоро у нас откроется рынок. И будем смотреть, что там. Буквально через два уровня. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока. И до новых, ребята, скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok